МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем не менее, на базе Тюмгу, вот уже три года существует школа одарённых. Школа, которая помогает выявляться и поддерживать талантливых детей. Как пополнить их ряды и чему там обучает, расскажет гость программы. В студии директор школы одарённых Галина Матвеева. Галина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Алхимия слова, риторика, экспериментальная физика, культурология, теория решения изобретательских задач. Вот в общеобразовательной школе обычной таких предметов не встретишь. Дети ходят все на эти занятия или на какие-то определённые? И кто решает, куда ребёнок пойдёт? Вот на алхим условия или на теорию решения изобретательских задач? Ну, в настоящий момент у нас есть два профиля. Это гуманитарный и алхимия слова. Это гуманитарный профиль культурология. И условно-физико-математический. Очень условно. Их объединяет только риторика, потому что в любом случае человек должен уметь донести свою мысль, особенно если она чего-то стоит. И если вы следите за новостями, то в этом году Тюменская область присоединилась в первых рядах проекта по экзамену по устной речи. Вот тут риторика пригодится всем. А мы уже готовы. То есть изначально вы распределили детей на гуманитарии, физико-математике, объединяет их риторика? Не то, чтобы мы распределили, мы предложили. Во-первых, проект на самом деле только начинает своё развитие. Несмотря на то, что уже существует три года, четвёртый пошёл. Это не срок. Это площадка дополнительного образования. Мы приглашаем ребят с пятого по девятый класс. То есть самый такой познавательный, активный, скажем так, возраст. И когда ещё не грозит ЕГЭ, ОГЭ и прочие ужасы, которые выглядят ужаснее, чем нам кажется, что они ужасные. На самом деле это всё просто стандартные процедуры. И тем не менее они пугают. И вот пока ещё нет этого испуга, можно спокойно заниматься в своё удовольствие тем, что действительно нравится. Вот вы говорите, мы приглашаем детей с пятого по девятый классы. Как вам попасть? Очень просто. Когда все спрашивают, как нам попасть, очень просто. Требуется непреодолимое желание. И один маленький тест. И всё. А что этот тест из себя представляет? Ну вот в данном случае по профилю. Тот профиль, который ребёнок считает для себя приемлемым. То, что больше нравится. Либо это физика-математика, математика-физика. Либо это русский язык-литература. Сейчас во всех школах прошла Олимпиада Менделеев для четвёртых. Восьмых классов. И по итогам второго тура победителей и призёров мы будем приглашать поступать в нашу школу без вступительных тестов. Но уже на их усмотрение пойдут, не пойдут, да? Да, конечно. То есть это всё абсолютно добровольно и по желанию. А вот этот тест, о котором вы говорите, это тест из программы общеобразовательной школы? Или это всё-таки тест с некоторыми завышенными ожиданиями? И на что вы смотрите? На результат? Или вас конкретно, как специалистов, интересует процесс решения задачи? Процесс поиска задачи, которая стоит перед ребёнком? Ну, ни одна Олимпиада и ни один тест – это не может быть совершенно стандартное задание. Очень много внимания уделяется ходу мысли, сообразительности, внимательности. Это очень важно. И, конечно, правильный ответ не получится, если мысль ушла не в ту сторону и увела очень далеко от цели. И, тем не менее, по ходу решения можно понять, была ли она эта мысль. А конкурс есть? Конечно. Мы можем говорить о том, что конкурс, там, 10 человек на место. Ну, 10 человек, конечно, нет, но минимум 4 точно есть. Это уже по итогам, как бы в процессе тестирования именно из тех желающих, кто хочет попасть к нам учиться, проводится тестирование. Есть определённый пороговый минимум балл, когда мы понимаем, что вот все, кто его преодолел, нам подходят условно. Этого достаточно, чтобы быть способным воспринять материал повышенной сложности. Ну, вот смотрите, допустим, прошли дети эти, да, тесты. Есть ребята, которые немного не дошли. Не потому, что они глупые, а потому, что кто-то просто оказался сильнее. Ну, вот такой был набор. Так вот эти ребята, которые не дошли, вы их берёте на заметку, приглашаете их на следующий год подготовиться и тест снова проходите? Ну, уже в этом году можно их пригласить, потому что Олимпиада Менделеев закончится в марте. А официальное тестирование для тех, кто не успел по разным причинам принять участие в Олимпиаде, болел, уезжал, не слышал, не знал, прошло мимо Олимпиады, мы проводим тестирование. И поэтому будет ясно, кто не прошёл, условно говоря, по Олимпиаде, может прийти и написать тест ещё раз. Школа существует, школа одарённых существует уже три года. Вот пошёл четвёртый год. Какие результаты вы видите? Когда ученики школы одарённых рядом находятся с учениками не школы одарённых, заметно небольшое преимущество. Очень маленькое, но оно заметно. Какое? В том числе умение задавать вопросы. Формулировать их, да? Мысль свою формулировать. Это очень трудно. За три занятия это не сделать. Это необходима практика, в этом необходимо тренироваться. Умение увидеть проблему. Не в смысле проблема-катастрофа, а проблему в тексте, в задании, в ситуации. Это умение работать в команде. Это не значит, что они работают лучше всех, задают лучше всех. Ещё раз, это небольшое преимущество. Когда люди приходят, они не думают... Скажем так, тот, кто думает, тот понимает, что за всего лишь пять часов в неделю трудно ждать каких-то космических результатов. И это не самоцель. Космические результаты первые места везде. Они есть. Да, они есть. Удовольствие. Это первое. Удовольствие от процесса, от общения со своими одноклассниками, одношкодниками. Мы их называем шкодники, от своего школа одарённых сокращённо. Это преодоление трудностей, когда вы приходите и пишите олимпиаду практически всем классам. Олимпиада сложная. К нам приходят. Мы являемся площадкой олимпиадной для многих статусных олимпиад, для ребят всего города. Пожалуйста, приходите и пишите, следите за информацией. И вот в этом, когда пять раз в неделю ты практикуешься в физике, математике, информатике, риторике, теории решений изобретательских задач, появляется, нарабатывается вот это небольшое преимущество, которое со временем ты уже можешь наращивать. Но вот по вашим наблюдениям дети становятся сильнее психологически, или всё-таки они становятся более грамотными? Я бы отдала свой голос за грамотность. Грамотность, и не только вот грамотность, я имею в виду там запятые, орфографии, не в этом дело. Появляется другой взгляд. И когда человек, у которого взгляд, скажем так, тренированный, и он знает, что здесь нужно увидеть, это повышает эффективность. Это одна из целей. Повышение личной эффективности. Ну, что касается родителей. От родителей очень часто можно услышать, что общая образовательная программа, она такая сложная, дети устают, да. Но я правильно понимаю, что дети, которые ходят к вам, их вот эти трудности общие, образовательные системы, и родителей в том числе мало волнуют? В конце учебного года на всех тяжело смотреть. Без желания всех отпустить на каникулы, конечно же. Но и тем не менее. Этот труд благородный, и, скажем так, он даёт свои плоды. Кто ходит в школу одарённых, они ходят точно так же в свою школу, на дополнительные занятия. Они занимаются спортом, музыкальной школе, вокалом, хореографией, и чем только они не занимаются. Но они нашли время в своём графике уделить внимание этим предметам, выбранным предметам, гуманитарным, либо физико-математическим. Наша школа называется школа одарённых, и вы понимаете, что это незаконченное предложение. Это не только про детей, это и про педагогов, это отдельная просто категория, отдельный разговор наш в педагоге и про родителей. Потому что родители в данном конкретном случае, они понимают, что это, если не принесёт какого-то успеха, значимого, то не повредит. Это для общего развития, это не пустые слова. Общее развитие существует, и оно требуется. И школа одарённых в том большая подмога. Ну вот заговорили об учителях. Кто эти педагоги? Кто эти люди, которые выходят за рамки общеобразовательной программы? Я бы сказала, так они туда и не входили в рамки. Это педагоги Тюменского госуниверситета, преподаватели. Это авторы-разработчики олимпиадных заданий разного уровня. Преподаватели других вузов. И что их объединяет, кроме беспредельной любви к своему предмету и таланту его преподавать? Многие из них, практически все, сами участники олимпиадных, конкурсных, состязательных интеллектуальных соревнований. Не просто участники, они победители, они высокорезультативные участники. И они побеждали сами и тренировали не одно поколение детей, студентов, школьников. Вот именно участвовать в таких состязаниях высокого уровня, скажем так. И это их отличает. Плюс это носители фундаментальных зданий. То есть это кандидаты наук, доктора наук. И это уже выходит за рамки любой школьной программы. И вот именно они очень хорошо, когда тебя тренирует, скажем так, тот, кто сам умеет побеждать. Это очень важно. А что, если ребенок не хочет учиться? Означает ли это, что ребенок не способен? Или, так неправильно говорить, или быть, может, родители не нашли для ребенка подходящего занятия? Скорее всего, второе. Теория множественного интеллекта. Если вы не великий математик, то вы, возможно, великий танцор. Но вы никогда не пробовали стать к станку. Как это понять? Поэтому, да, надо родителям приложить массу усилий. Те родители, которые научили своих детей учиться, а я знаю таких родителей, и их немного, кого я знаю, во всяком случае, это счастливые люди, потому что они дают ребенку все. Вот этим умением. Умением учиться, умением пробовать, умением не сдаваться, ошибаться, вставать и идти дальше. Никто, кроме родителей, не может этого передать. Поэтому и родители учатся, и дети учатся. Вы сказали, уметь учиться. Это сложно? Это очень сложно. В настоящее время это очень сложно. Во-первых, все очень неоднозначно, особенно в гуманитарных предметах. Ой, да. Ой, да. Подтверждаю. И тем не менее, никому нельзя верить. Я имею в виду на слово, пока ты не проверишь эту информацию, пока ты сам не разберешься. А где этому учат? Как говорится, поднимите руки, кого научила этому не жизнь, а школа. И я не видела таких людей. А было бы гораздо эффективнее тратить школьное время на это. Умение задавать вопросы. Опытные педагоги говорят, что ребенок должен уйти с урока не с ответом, а с вопросом. Ему должно быть интересно задавать вопросы к тому, что он узнал или услышал. Необходимо задать вопрос. Для чего? Что это дает ребенку? Какие качества, какие инструменты в жизни он приобретает от того, что он это сделает или не сделает? Что он приобретет и что он потеряет? Вот если задавать такие вопросы, можно натолкнуться и раскрыть талант собственного ребенка. Спасибо вам большое. Спасибо за объективный разговор. Пожелаю вам успехов и, конечно же, побольше талантливых детей. Приходите, обучайтесь. Мы будем рады. Это была программа «Объективный разговор». Напомню, в нашей студии была директор школы от Орёных в Тюмгу Галина Матвеева. На сегодня все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова